всем привет я сегодня расскажу о новой версии минта 17.2 у нас сделано и для цинамона и для мейта ну честно говоря изменения сами по себе небольшие но тем не менее на те кто желает обновиться вы могут это сделать то есть у кого стоит на mint 17.1 на те могут это сделать или значит вот через диспетчер обновлений или значит вот сейчас я открою system bug или могут это сделать вот system upgrade через эту кнопочку значит перед тем как что-либо делать я сначала посмотрю что у есть более или менее ценного на менте и скинул все это дело на промежуточный диск в свою кладовочку он у меня отформатирован в ntfs поэтому сюда можно скидывать все из винды и с линукса ну поскольку и так значит вот как всегда запомните перед всякими там обновлениями которые вы там прочитали и вы загорелись вот сделать могут потому что ну как же ну новый но 17.2 они 17.1 вот пожалуйста значит пишем 17.42 41 это время и создадим точку отката и так точка отката почти что сделано сейчас на немножечко обновиться 17.1 то есть 10 минут заняло у нас создание точки отката и и теперь создадим живой образ системы значит это у нас будет 17.52 вот пускай создает и так у нас это заняло времени так 17.59 ну то есть для того чтобы закрыть свои слабые места нам потребовалось всего лишь 17 минут что теперь будем делать это я рассказываю для тех кто решил обновить свой линукс минт 17.1 до линукс минт 17.2 вот мы везде сделали откатные копии теперь смотрите значит я пойду вот сюда зайду в home вот теперь смотрите у нас создан образ изо 2.7 гигабайта ну я его скопирую какая разница скопирую к себе в кладовочку то есть даже если что-то случится с разделом этого жесткого диска и линукс 17.2 у меня не встанет и вообще весь раздел заткнется я смогу с флешки восстановиться на этот раздел жесткого диска в первозданном как говорится состоянии в котором оставил его на скажем так на последний момент когда все то лица работала и крутилась потому что каждая там новая сборка каждая новая версия как там ее не рекламирует навсегда внесет в себе источник всяких там глюков поэтому здесь мы просто грубо говоря закрываем себя или скажем так защищаем себя ну и так копирование закончено теперь можно приступать к обновлению минт 17.1 до минт 17.2 потому что я теперь твердо знаю что чтобы не случилось я всегда смогу восстановиться до своей старой версии ну что ж глянем что предлагает официальный минт ну что ж начнем устанавливать смотрим вот здесь вот где написано версия линукс минт 17.1 поглядим что будет изменять ну вот предложено вот такие вот обновления ну попробуем ну как видим обновилось все но вот здесь вот строчка у нас осталось все та же ну а здесь мы встречаем обновить до линукс минт 17.2 нажимаем продолжить предлагает прочесть документацию я ее читать не буду вот здесь предлагается такая фраза я понимаю риск применить понимаем риск и вводим пароль ну а теперь ждем ну получаем вот такое сообщение ждем дальше итак получаем такое вот сообщение операционная система успешно обновлена пожалуйста перезагрузитесь чтобы изменения вступили в силу ну что мы сейчас и сделаем пока заметим что вот здесь вот у нас написано линукс минт 17.1 итак загружаемся итак обновление сделано вот здесь вот на экранчике видите линукс минт 17.2 ну теперь остается загрузить здесь все последние обновления так ну установим их ну вот получаем вот такой вот экранчик значок щита становится зеленой галочкой что все обновлено так что теперь имеем линукс минт 17.2 но в запасе у нас сидит 17.1 на всякий пожарный ну разберемся теперь что же там суть протокола они обещают в обновлениях обновления будут до 2017 значит линукс минт 17.2 будет до 2019 года и будет получать регулярные обновления итак вот одной из важных особенностей появилась новая команда ctrl-alt-esc если раньше было ctrl-alt и backspace и замерзший компьютер вроде бы как полностью перезагружался то здесь ctrl-alt-esc вот посмотрите что делает ctrl-alt-esc он просто перезагружает на минт на исходное состояние допустим если экран там забирали еще что то вот но возвращает это все дело в рабочее состояние поэтому вот такую вот полезняшечку значит запомните для себя эта команда действительно комбинация клавиш действительно нужная что еще улучшено улучшена поддержка дополнительных мониторов далее хранитель экрана значит стал лучше теперь значит он не просто там регулируется а регулируется и играет анимацию дальше инструменты панелей ну вот пишется что панельки теперь могут быть добавлены удалены сконфигурированы значит индивидуально улучшилась менюшка менеджера файлов вот идете в настройки здесь покопаете здесь все подробненько написано на русском языке отмечаете галочкой что вам надо что вам не надо снимаете галочку все будет нормально еще одно полезное улучшение было добавлено для терминала вот например вы установили приложение вайн и хотите узнать все ли в порядке и вот есть такая вот команда рекомендации по приложению вайн вставляете вот сюда вот эту команду апт рекомендс вайн нажимаете enter и получаете что вот эти вот пакеты рекомендуется установить и сразу дается вот команда то есть вы ее берете копируете вставляете вот сюда вводите пароль пользователя и пошла установка необходимых пакетов на которые система посчитала пропущенными для вайн вот теперь они уже как говорится установлены то есть вот вот это вот команда значит весьма и весьма скажем так нужная вещь улучшилась также система выбора фона рабочего стола вот фон рабочего стола и вот мы здесь значит видим все разбито по темам пожалуйста значит можно выбрать любой бэкграунд который там допустим нравится вот пожалуйста выбираете львой нажали он тут же меняется вот так вот Ребекка вот Рафаэла новенькая на которую вроде бы так перешли вы вот вот выглядит все это дело довольно таки симпатичные фоны для рабочего стола и плюс значит я сюда добавил папочку своих которые у меня качаются при помощи программы варете и которые мне собственно говоря очень нравятся ну любой вам смотрите какие есть тут они и что еще новенького LibreOffice был обновлен до версии 4.43 так что пожалуйста значит вот здесь вот уже у вас будет новая версия также пишется вот такая вот интересная информация что программы для записи образов на флешку теперь признает гораздо большее число типов этих разных флешек ну и также значит там они изменили тоже там сделали всякие улучшения и сделали флаги загрузки и короче программы для записи на флешку стали гораздо гораздо лучше ну значит основными компонентами значит является вот Linux ядро 3.15 Ubuntu 14.04 дальше значит какая стратегия вот написано черным по белому Linux Mint 17.2 будет получать обновление до ну 2019 года до 2016 года различные версии Linux Mint будут использовать тот же самый пакет Linux Mint 17.2 то есть практически особых изменений пакетов до 2016 года не будет до 2016 года команда развития не будет работать над новым там ядром там или чего то сфокусируется только вот на улучшениях вот данного значит ядра там или данной сборки Linux Mint 17.2 то есть основные изменения по сравнению 17.1 есть и действительно значит вот и команда вот это вот хорошая Ctrl Alt Escape и хорошая значит команда для терминала где значит можно дополнить необходимые обновления для любого пакета то есть в принципе штука это хорошая ну и собственно говоря времени там много не заняло и прошло все без стучка и без задоринка причем без задоринки но причем они значит пишут что после первой перезагрузки вот вторая и последующие перезагрузки будут происходить гораздо быстрее то есть время загрузки самой системы будут будет значительно укорочена там за счет специальных там ускорителей или еще чего-то ну это легко проверяется если это не невероятно если это это все вы не за